Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет гречо. Давненько годных помп в Warface не было. Солидарен со времён МАК-7 Спешл. Да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность, Warface, Новый Мосберг. И есть у меня для вас офигенский анекдот, конечно же. Анекдот такой. Семёна Катца всегда интересовал вопрос. Есть ли евреи на других планетах? А сам он доктор астрономии. И когда его коллеги ушли домой однажды, он решил послать в космос сигнал. Сигнал состоял из одного вопроса. Ну, через некоторое время, не поверите, пришёл ответ. Сёма, не морочите голову. Ха-ха-ха. Да. Есть такое. По красоте всё, как положено. Что-то непонятно. То ли да, то ли нет. То ли таки да. Ногиб, деточка. Ладно, будем выяснять. Как-то не по-простому всё идёт. Пацаны тактики, видать, противники. Так. Угу. Так. Оу май. Ого. Не слабо он так дамажит. Да, есть такое. Дробовичок, прямо скажем. Более-менее такой надёжный. Дамажит на отличненько. Хорошая помпа. Не без недостатков. Но о них мы ещё поговорим. Пока что давай попытаемся вот этого голубчика-то снять. Где он? А, они... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Душевненько прямо. Как оно залетело? Как дробь легла. А заметил ли ты у этой пушки какие-нибудь недостатки? Да, Кэп. Вот о чём я и хотел поговорить. Хорошо, что напомнил. А то бы я забыл. Недостатки имеются. Один-единственный существенный недостаток. Это темп стрельбы. Сука. Смотри аккуратно. А то на толпу вылетишь. Обязательно подожди. Не умничай. Ну. Ну давай. Ну пожалуйста. А что за реально за тактики? Они, слушай, не прут напролом. Что-то тут вынюхивают. Что-то потихонечку. Петра жопой, пацаны. А ну-ка. Опаньки. Да. Обалдил, дядочечка. Да. Успех пошёл. А может они вообще на двушке? Да хрен его. А, кстати, да. А, где-то там далеко нашего наклонило. Надо бы наших порезать. Надо не забывать, что медик должен резать. Обязательно. Обязательно. Если есть такая возможность, обязательно резайте. Не надо просто бегать и убивать. Это может любой другой класс делать. Убивать надо. Обязательно медик должен убивать. Но он должен ещё и резать. Это как без этого просто никуда. Недостаток этого дробовика, это темп стрельбы. И опять же, в прицеле медленнее, ощутимо медленнее, нежели от бедра. А вы помните, был МАК-7? Первый МАК-7. У него вначале был баг. А потом это стало фишкой. Разрабы решили не убирать. Он в прицеле стрелял быстрее, чем от бедра. Вот так, деточка. Ну ни хрена себе ваншот. Да. Это не ваншот. Это не ваншот. Но его набрили, у него хп практически не было, скорее всего. Братишка, а как ты вообще считаешь, медик сегодня балансный класс? Не, абсолютно не балансный. Кстати, вот эта пушка, если бы ей хотя бы в прицеле сделать нормальный темп, такой вот как в прицеле, как от бедра, или чуть даже выше, было бы прикольно. Но не балансная, ну, учитывая, какие сейчас имбы у других классов, было бы плюс-минус нормально. Но вообще медик, в принципе, давно уже перестал быть каким-то балансным классом. Медик это вторая имба после снайпера. А в некоторых ситуациях он еще более имбов, чем снайпер. Это машина. Это просто машина. Слишком с перебором переапан мы. Я не знаю зачем. Кто когда просил медика так апать? Никто и никогда, вот это самое интересное, как и снайпера, никто не просил эти классы вообще апать. Они были вполне самодостаточны уже давно и были очень хороши. То есть у медика только одна проблема была всегда. Часто она встречается. Это вводят новую броню, и у него ничего не ваншотит. А медик нормальный, ну такой опытный, он всегда рассчитывает прежде всего на ваншот, а не на то, что противника надо несколько раз стрелять. В этом его сила. То есть моментально убить всего за одно попадание. Вот. А разработчики стали делать пушки, которые лупят, убивают там за полкилометра, и как бы вот так вот. А зачем это? Надо делать пушки, которые просто надежно ваншотят вблизи. И все. И больше ничего не надо. Не надо ничего придумывать. Так. Какой, слышишь? До последнего сидел. Прямо сидел, не хотел выходить. Но у него шансов не было. Ему бы все равно не дали мы обезвредить. Если не я, то мой, так сказать, коллега, тиммейт. Он бы не дал по-любому. Пока нормально идет. Я бы сказал даже так. Изи шпизи на гибизи. Посмотрим, что дальше будет. Ну, я думаю, нормально. Я думаю, ну, 6-1, 6-2 сделаем. Ну, просто легко. Ну да. Может и нет. Я не знаю. На самом деле, тут не от меня все зависит. Ну, в том числе не от меня. Как бы был бы стрелком тогда. Хотя стрелком тоже. Играешь, играешь, прет, а потом бац, и не поперло у тебя. И все. И анус наклонянусь, короче. Анус разрываннусь. Тихо-тихо. А это что только что было? Ты не маншота или рукожоп? Рукожоп был, признаюсь, сука. Я три раза нормально не попал ни разу. А это что было? Это тоже был рукожоп. Пошел в жопу. Сука. Эх, сука. Не заладилось. Легкий аромат камбэка пошел. Хрен ты угадал. Это я гороховый суп сегодня поел. Что, реально? Да. И меня пригласил сюда дышать этим гад. Да, как? Знаешь что, извини меня. Любишь медок? Хедшот. Хедшот, бэби. Юга, ну да. Да. Так оно и бывает, сука. Ай-яй-яй-яй-яй. С почином дреснина. Дреснина. Благодарю. Какая дреснина? Ты что, опустишь что ли? Что дреснина-то? Я пошутил. Я сейчас нифига ничего не выпускал. Я правда сегодня ел гороховый суп? Да. Легкий аромат улавливается. Ну блин, кайп, извини меня. Физиология, сука. Епсепство? Против него не попрёшь? Что, давай, дубль два. Ага. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Душевно-то как? Вот оно. По самой помидорке. А бомба у нас. А бомбу я тебе хрен так просто отдам. Ага. Тихо-сухо. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Прямо гаднателла. Давай-давай. Ага. Блин, я гуплю. Ай. Есть, нормально, прорвались. Это мне, конечно, повезло, что он не попал. Вообще, если бы он раньше вышел, я бы умер просто тут на длине. Но ничего. Ошибки у всех бывают. Особенно у меня. У меня, в принципе, геймплей состоит на 50% из ошибок. Но рачкам везёт, как известно. Мда. Ну чё, охраняем бомбу. Тактика. Стратегия и тактика. А, где ты рядом? Ну что, какой? Так. Неплохо тактикуешь. Да. Всё, как учили, как говорится. Да, как положено. Так, нет, это я ничего не буду брать, наверное. Я вот тут где-нибудь посижу. Чё это за звук? Да, слышал, он куда-то отсюда идёт. Хитрый парень, непростак. Перфекто. Красава, Рокутагин. Вынужден признать. Я заметил, у тебя только один недостаток. Какой ещё недостаток? Запах. Ха-ха-ха, сука. Всё, это, это было финишная плевать. Чё ты, сука? Э, слышь, иди нафиг. Ох ты, бля, ты чё, ты нафиг, Сэм. Вот, вот. Я PB-ТРА. Субтитры создавал DimaTorzok